Теплое море, жаркое солнце, сочные фрукты и, конечно же, места неземной красоты. За всем этим в Абхазию ежегодно приезжают тысячи туристов из разных уголков России и не только. Причин тому несколько. Это отсутствие языкового барьера, благоприятный климат и близость к морю. Безусловно, сфера туризма обладает своими особенностями, но чтобы добиться успеха в этом деле, нужно знать тонкости продвижения туров. Исполнительный директор национальной туристической компании «Интурист» Алексей Липатов и турагенты прибыли в республику для изучения объектов размещения и экскурсионного потенциала. Визит дополнился интересным путешествием по стране души. Компания «Интурист» совместно с компанией «Гаруда» и при поддержке Министерства туризма Абхазии второй год уже подряд проводит такое прекрасное мероприятие. Мы привозим лучших продажников России, мы показываем туристический потенциал страны Абхазии, показываем объекты размещения для того, чтобы, во-первых, и профессионалы России турбизнеса, и туристы максимально понимали, в принципе, что за страна Абхазия. Какие туристы должны ехать сюда, ну и какие, в принципе, впечатления получат туристы об этой стране. Мы, как компания, постоянно вкладываем и средства, и силы для того, чтобы продвигать, в принципе, республику Абхазию как туристическое направление. Компания «Интурист» ведет свою деятельность с 1929 года, является многопрофильным туроператором. Бренд компании положительно зарекомендовал себя на туристическом рынке как знак качества и надежности. В этом году ими планируется увеличить объемы продаж в Абхазию в два раза. Для этого дополнительно заключили контракты с объектами размещения. Алексей Липатов и турагенты отмечают, что главная цель тура – узнать как можно больше об организации отдыха в различных отелях и их инфраструктуре, чтобы в дальнейшем информацию можно было донести до потенциальных клиентов в своей туристической организации. Инфраструктура отелей Абхазии с каждым годом становится только лучше. И в принципе это направление становится круглогодичным, не только сезонность. Поэтому на самом деле с каждым годом все больше и больше туристов мы привлекаем в Абхазию. Во-первых, помимо того, что мы сейчас сделаем это мероприятие, мы большое количество в весенний период, в начале весеннего периода проводим рекламных туров. То есть в этом году мы, наверное, сюда привезли где-то в районе 500-60 агентов, которые делают большой трип и большое количество объектов размещения смотрят на всем побережье Абхазии. Ну и, естественно, тех объектов, которые мы предлагаем на российском рынке для наших клиентов. Работа турагента во многом заключается в том, чтобы заинтересовать потенциального туриста в посещении определенного объекта или же страны. Руководитель направления Абхазия Наталья Фокина не первый раз в республике. Специалист отметила, что в прошлом году через компанию Абхазию посетили более 40 тысяч человек. Основной контингент отдыхающих – это после 40, когда уже это такой семейный отдых, когда уже отдых с детьми. Много очень туристов, тоже есть определенный сегмент отдыхающих уже кто там 60-60+, потому что они из года в год приезжают, опять же, это вот те самые постоянные туристы. Но последние там где-то 3-4 года я замечаю по бронированиям, смотрю на возраст туристов, конечно же, и очень-очень много молодежи, очень много молодежи, которые выбирают Абхазию. Но опять же, это природа просто, да, очень много ценителей прекрасного у нас. Некоторых туристов останавливают в сезон пробки на границе. Вот, конечно же, хотелось бы, чтобы это и российская, и абхазская сторона наладила. Вот, я знаю, что это больше, как бы, проблемы с российской стороны. Министерство туризма нашей страны и компания Гаруда проводят рекламные туры в целях популяризации и продвижения абхазского направления. Практика подобных мероприятий крайне оправданна и приносит положительные результаты. Мы их знакомим с объектами развлечения, с объектами экскурсионными. Ну, людям нравится, они же и впоследствии будут отправлять, продавать путевки в Абхазию. Должны знать, куда едут их люди и так далее. А так посещают они, вот сегодня мы едем в Новый Афон, в пещеру афонскую, по Афону, ну, а потом в дальнейшем будут различные поездки по туробъектам и гостиницам, отелям нашим. Тоже будут смотреть, выявлять, направлять. В этом году 78 человек, это достаточно большая команда. В прошлом было поменьше, около 30 человек. Из года в год спрос в Абхазию растет. Ну и, соответственно, представители российских туристических компаний, они приезжают к началу сезона, готовятся к сезону, вот таким вот образом проводят рекламные туры по Абхазии. Участники рекламного тура отметили важность постоянного взаимодействия, в том числе для того, чтобы обеспечить проведение успешного курортного сезона. Шазина Ханагу, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.